Больше 400 тысяч казахстанцев страдают сахарным диабетом первого и второго типов. За последние 10 лет число больных увеличилось вдвое и продолжает расти. От 18 тысяч до 30 тысяч новых случаев в год. В чем причина такой тенденции и как сегодня живут инсулинозависимые казахстанцы, расскажет Полина Зачиналова. Это чтобы проверить датчик, к примеру, можно проверить датчик, как он работает. Вот сейчас сахар уже 5,8. Это отличный сахар. С измерения сахара в крови начинает день мама 4-летнего Захара. У мальчика диабет первого типа. О заболевании родители узнали полтора года назад. Тогда у ребенка начал стремительно снижаться вес, возникли частые приступы жажды. После обследования врачи озвучили этот диагноз. Тогда же и семья Айбатовых разделилась на до и после. В тот день, когда нас увезли в реанимацию, сутки мы его не видели, вообще не знали, что с ним, как он, выживет ли он, потому что мы приехали в реанимацию с сахаром 39. Сейчас у нас весь перестроен график под нашего Захара. Мы живем ради него, мы живем только ради его питания, потому что питание – это залог нашего хорошего сахара. Если ты хочешь поесть, покормить ребенка, тебе обязательно нужно вколоть ему инсулин. С помощью такой помпы мальчик может получить нужную дозу инсулина. Если раньше препарат вводили привычным способом – через шприц, то сейчас такое устройство делает процедуру более комфортной для ребенка. Ее можно здесь также настроить, то есть сделать выше, ниже, больше инсулина. И вот через этот проводок весь инсулин попадает как раз таки в тело. Из 400 тысяч казахстанцев, страдающих с сахарным диабетом, около 6 тысяч детей. За последние 10 лет число больных увеличилось вдвое. Статистика растет не только в Казахстане. Инсулинозависимых становится больше во всем мире, отмечают эксперты. Заболевание уже называют неинфекционной пандемией нашего века. По данным Международной Федерации диабета, более 10% взрослого населения в возрасте до 80 лет живет с сахарным диабетом. По прогнозам к 1945 году уже каждый восьмой житель планеты, а это примерно 783 миллиона человек, будут жить с данным заболеванием. Среди казахстанцев распространен второй тип сахарного диабета. Это около 90% от общего числа заболевших. Такая форма зачастую поражает людей старше 40 лет. По словам врачей, сейчас все больше выявляются пациенты и с первым типом диабета. В их числе дети и беременные женщины. Не в последнюю очередь фактором развития сахарного диабета являются наши собственные привычки. То есть это проблемы с организацией, с культурой питания, это проблемы с гиподинамией, это проблемы с фактором стресса. Специалисты вовсе говорят, что в стране проживает как минимум миллион диабетиков. И половина из них даже не подозревает о своем диагнозе. Причина тому – низкая осведомленность людей о последствиях этой тяжелой болезни. Проблема в отсутствии диабетической настороженности. Потому что, так же, как и во всем мире, к сожалению, сахарный диабет в Казахстане диагностируется ретроспективно, уже на фоне развившихся осложнений. Определенная часть людей с ампутациями нижней конечности в Казахстане – это люди с сахарным диабетом. Люди, не имеющие зрения, тоже определенная часть, это люди с сахарным диабетом. Осложнения сахарного диабета, они очень сложные, опасные. Единственный способ избежать такого исхода – обследоваться у эндокринологов два раза в год, говорят врачи. Помимо этого, информировать население о возможных причинах и осложнениях сахарного диабета. Полина Зачинала, Ервалда Иров, Нургалим Умрубаев, Хабар, 24.